Шейно-воротниковая зона. Самые распространенные проблемы у нас триггерные тяжи паравертебрально, триггерные тяжи по верхней части трапециевидной мышцы, также очень часто появляются триггерные тяжи на леватор скапула, поднимающая лопатку мышца, и очень часто люди жалуются на триггерные точки. По характеру они чаще всего протрузированные. Приступим к перкуссиометрии. Начинаем с скорости номер один, и в зависимости от того, как пациент жалуется на дискомфорт, обрабатываем соответствующие линии. Сейчас мы по порядку пройдемся. Сначала паравертебрально. Берем самую мягкую насадку, резиновую, включаем первую скорость и аккуратно вводим по траектории волокон. Сильно не давим, ни в коем случае не провоцируем неприятные ощущения. И вводим проксимально дистально. Далее заходим на подниматель нападки. Когда переходим на шейную зону, стараемся сильно не давить. В особенности не рекомендуется заходить на остистые отростки. Сейчас идем по трапециевидной мышцы. И теперь отдельно прорабатываем триггерную точку. Как правило, веса аппарата вполне для этого достаточно. Когда примерно 30 секунд разогрели все волокна, включаем следующую скорость, вторую или третью. Выбор зависит конкретно от вашего клиента. Главное, чтобы во время процедуры было приятно. Касательно выбора насадок. Напоминаю, что разогрев мы делаем всегда с мягкой насадкой, прорезиненной. Обработали одну сторону и переходим на другую. Еще с шейно-воротниковой зоной можно работать с другой насадочкой. Чисто паравертебрально. Следим, чтобы насадочка вошла в пазик. Поменяли насадочку. Попросили наклониться. И вдоль позвоночника. По времени работы. Разогрев у нас идет от 30 секунд до 2 минут. Рабочий интервал времени у нас может растянуться вплоть до 5 минут. Еще посмотрим на то, что можно комбинировать позицию. Можно уйти на натяжение лаватор скапулы и проработать отдельно его. На костные структуры стараемся не заходить. Уходим в натяжение трапециевидной мышцы. На натяжение лаватор скапулы. Можно спозиционировать на триггерной точке, которую вы своевременно пропалпировали. Держим аппаратик на триггерной точке. И делаем смещение. Латерофлексию. В одну сторону, в другую. Также можно уйти во флексию. Главное, руководствуемся тем, что помним, как пациент пожаловался на свой дискомфорт. Ту линию, которая была вам показана, вы будете обрабатывать в первую очередь. Все очень просто. Также не забывайте, что один в поле не воин. И вы смело можете пользоваться блейдами, массажными техниками. Делать техники пассивной мобилизации. Это все допускается и приветствуется. Научно доказано, что комбинация методик приводит к более быстрому восстановлению.